Мэнская бесхвостая кошка Мэнская кошка выглядит как обычный представитель семейства кошачьих, но чего-то не хватает. У мэнской кошки нет хвоста от природы. Существует множество легенд о том, как появились мэнские бесхвостые и как они потеряли хвосты. Одна из легенд во всем обвиняет Ноя. Кошка была последней, когда пришел на ковчег, и Ной, закрывая дверь ковчега, отрубил ей хвост. На самом деле, эта порода появилась в прибрежных районах Великобритании около 300 лет назад. Мэнская кошка родом с острова Мэн, по-другому Мэнгс. На сегодняшний день бесхвостые кошки составляют значительную часть населения острова Мэн, которое сделало кошку этой породы своим символом. Теперь их изображают на почтовых марках, они стали популярны. У мэнской кошки необычный позвоночник. Поэтому хвоста просто нет. Но не у всех мэнских кошек нет хвоста. Вообще, существует четыре вида мэнской кошки. Мэнская кошка без хвоста называется рампи. У такой кошки отсутствуют хвостовые позвонки. Еще один вид – райзер. У него вместо хвоста небольшой хрящ. Есть еще стампи, а также лонги с обычным длинным хвостом. Если скрестить двух рампи, ген, отвечающий за отсутствие хвоста, может отрицательно повлиять на позвоночник. Поэтому разновидности с хвостом отвечают за размножение. Если количество хвостовых позвонков у обычной кошки достигает 20, у мэнской кошки стампи их от одного до трех. Несмотря на отсутствие хвоста, мэнская кошка обычно хорошо держит равновесие и прыгает. Все дело в задних лапах, которые стали длинными, сильными, благодаря отсутствию хвоста. Эти сильные задние лапы длиннее, чем передние, поэтому способ передвижения таких кошек похож на кроличьи. Из-за этого форма тела мэнской кошки округлая. У них округлые мордочки, круглые глаза и скулы. У кошек этой породы отсутствует хвост, но зато у них отличный характер. По характеру они напоминают собак. За мной, Роза, молодец! Их можно научить приносить вещи. Они мирные и дружелюбные. Именно поэтому эксперт нашей программы, доктор Карен Хеллиган, решила взять в дом кошку этой породы, кинки. Ее оставили в клинике, где я работала около семи лет назад. И у нее был такой жалобный вид с этим обрубком хвоста. И лаборант сказал мне, доктор, это удивительная кошка. Я сразу прониклась к ней. Доктор Хеллиган назвала кинки в честь формы ее хвоста, короткого и изогнутого. Кинки очень повезло с хозяйкой, потому что доктор Хеллиган – главный врач ветеринарной службы общества по защите животных от жестокого обращения в Лос-Анджелесе. Ее работа – следить за здоровьем и благополучием животных в приюте. Какой ты красавец. Я работаю в этой организации уже 10 лет, и помимо операций я еще ухаживаю за многими животными. Сердце в порядке, шумов нет. Я горжусь своей работой. Также ее работа рассказывает детям, почему важно делать овориэктомию или кастрировать питомцев. Самкам делают овориэктомию и относятся к ним с уважением и вниманием. На сегодняшний день примерно 4 миллиона кошек и собак усыпляют каждый год, и если бы я не спасла кинки, с ней случилось бы то же самое. Кинки помогает доктору Хеллиган на семинарах последние 6 лет. Вот она. Я представляю им кинки, как кошку с физическим недостатком, и показываю ее хвост. Все видят, что хвост короткий. Она родилась таким хвостом. Во время семинара каждому ученику выпадает шанс послушать, как бьется сердце кинки. Слышно? Детям очень нравится слушать, как бьется ее сердце, потом они начинают гладить ее, иногда открывают ее рот и осматривают зубы. Потом доктор Хеллиган разрешает нескольким счастливчикам взять кинки на руки. Подходите, можете немного подержать ее на руках и передавайте другому. Так некоторые дети впервые держат кошку на руках. Доктор Хеллиган говорит, что ее семинары по уходу за домашними животными положительно влияют на детей. Они гладят ее, и взгляд становится добрее, и я понимаю, что она произвела на них впечатление. Кинки говорит вам пока. Пока всем. Пока, Кинки. Доктор Хеллиган и Кинки получили тысячи писем от детей, которых они учили. Дорогие доктор Хеллиган и Кинки, мне понравился ваш урок. Удивительно, но они пишут, что Кинки повлияла на них. Они пишут, что теперь им нравятся кошки. Я скажу всем друзьям, чтобы они заботились о своих питомцах. По письмам понятно, что что-то изменилось в их отношении, и я счастлива быть хозяйкой такой кошки. Как и Кинки, все мэнские кошки дружелюбны, любят своих хозяев и могут стать настоящими членами семьи. Мэнские кошки выносливы, у них не бывает проблем со здоровьем. Но иногда у них развивается нарушение, которое называют синдромом Мэнкс. Это означает, что, к сожалению, позвоночник животного медленно растет, и обычно такие кошки не живут больше 4 месяцев. Длина шерсти мэнской кошки не играет роли. У нее плотная двухслойная шерсть, поэтому ее нужно регулярно причесывать 2-3 раза в неделю. В общем, мэнские кошки очень выносливы, но могут родиться с синдромом Мэнкс. Их нужно причесывать в среднем 2 раза в неделю, и они дружелюбно относятся к людям всех возрастов.